Всем привет! Меня зовут Виктория. Сегодня я займусь домашней выпечкой. Приготовлю бисквит на кефире и сделаю из него тортик на скорую руку. Бисквит на кефире готовится легко и просто. Подойдет на основу для приготовления любого торта. С таким бисквитом очень легко работать. Получается он воздушный и пышный. Очень легкий и простой рецепт в приготовлении. Сразу нажмите на колокольчик, чтобы подписаться на мой канал. Вас ожидают новые интересные рецепты. Для приготовления нам понадобится 2 яйца, кефир, сахар, мука и разрыхлитель. Сначала выбиваем в емкость 2 яйца. Затем к яйцам высыпаем 200 грамм сахара и миксером хорошо перемешиваем. Масса должна увеличиться вдвое и побелеть. Затем я выливаю 260 миллилитров кефира. Кефир у меня желтый, но это потому что я готовила до этого другой тортик и мне нужен был кефир желтого цвета на тот рецепт. Кефир у меня остался, я решила из него приготовить бисквит на кефире. Затем добавляем 11 грамм разрыхлителя в муку и хорошо перемешиваем. Добавляем муку в заранее замешанное тесто и хорошо перемешиваем миксером, но недолго. Перемешиваем до однородности. Муки я добавила 280 грамм, но где-то на этот рецепт уходит 250-300 грамм. Смотрите, это в зависимости от вашей муки. По консистенции тесто должно получиться вот таким примерно. Смотрите. Так что осторожно, где-то 250-300 грамм на этот рецепт. Затем я смазываю формочку, формочка у меня 18 сантиметров, сливочным маслом и выливаю тесто в форму. На моем канале есть другие рецепты выпечки, тортов, десертов. Ссылки я вам оставлю в описании под видео. Так же как и точное количество ингредиентов. Отправляем наше тесто в духовку в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут. Выпекаем до сухой зубочистки. Вот я проверила. Зубочистка выходит сухой, значит тортик готов, бисквит готов. Бисквит остыл. Вот я его достаю из формочки. Достаем осторожно. Вот бисквит получился очень пышный, хорошо поднялся. Это вообще такой рецепт, настоящая находка. Подойдет и на полдник, и на десерт. Готовится все просто и быстро и легко. Затем я решила приготовить тортик. Тортик на скорую руку, как я это называю. И сейчас я вам покажу. Разрезаю ниткой бисквит на два коржа. Также это можно сделать ножом. Мне удобнее ниткой. Затем срезаю шапочку. Шапочку можно использовать, чтобы украсить тортик в конце крошками. Приготовим крем. Для этого берем емкость с высокими краями и смешиваем 100 грамм маскарпоне, 50 миллилитров сливок. Сливки должны быть минимум 30% жирности, 2-3 столовые ложки сахарной пудры и сливочный сыр 50 грамм. Сначала все хорошо перемешиваем ложкой, а затем взбиваем миксером. Взбиваем до загустения. Вот такой примерно консистенции должен получиться крем. Собираем тортик. На первый корж выкладываем крем и обильно смазываем первый корж. Затем кремом смазываем либо только второй корж, либо полностью весь тортик. И убираем его в холодильник минимум на час или два часа. Затем я достала торт из холодильника, подровняла немножко крем. Сейчас я вам покажу, какой он получился внутри. Вот такой красивый он получился. Его можно украсить и он подойдет также на любой праздник. Подаем торт к чаю. Очень хороший рецепт. Обязательно приготовьте его. Желаю вам хорошего настроения, приятного аппетита и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова